Из бесед с духовными работниками и из личного опыта я нахожу, что с верующими больше всего времени приходится уделять тому, чтобы помочь им познать волю Божию. Они хотят знать Божью волю для своей жизни как в настоящее время, а также и для будущего. И я обнаружил, что одним это стоит больших решений, другим меньших. Я также заметил, что есть много различных отношений к познанию воли Божьей. Некоторые, с которыми приходилось беседовать, боятся знать волю Божию, потому что думают, что это будет для них связано с большими трудностями. Другие думают, что это особые тайны, которые они должны разрешать, и потому это очень сложный вопрос. Третий, опять-таки, испытывает радость от того, что могут знать волю Божию, сознавая, что Господь имеет только добрые намерения о них. Могу сказать из опыта, что знание воли Божьей совсем не так сложно и затруднительно, как мы обыкновенно думаем. Воистину, Бог хочет, чтобы мы знали волю Его, и берет на себя ответственность открыть ее нам. В 38-м псалме сказано «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». Нам остается только слушать и повиноваться. Дорогие мои, ввиду того, что знание воли Божьей – такая важная часть жизни христианина, сосредоточим наше внимание на некоторые истины, касающиеся этой темы. Вы можете записать некоторые мысли, они могут вам в будущем послужить помощью. Один из моих знакомых написал письмо верующему, который хотел найти волю Божию. Ввиду того, что это письмо содержит в себе те самые истины о знании воли Божьей, которые подтвердились и в моей жизни, я поэтому и хотел бы прочитать вам это письмо. Оно поможет нам понять основные принципы относительно воли Божьей. Начинается это письмо так. Дорогой Владимир, благодарен Господу за нашу встречу. Всякий раз, когда мы встречаемся, вижу в том руководство Господа. Можешь быть уверен, что молюсь за тебя относительно твоего положения в общине, твоего труда и твоих решений к будущему. Я рад, что ты мне рассказал об этом, так как сейчас я могу более определенно молиться о тебе и молитвенно принимать участие в твоей жизни. Время нашего общения было так занято другими вопросами, что я не успел поделиться с тобой моими переживаниями относительно познания воли Божьей. И вот я хочу поделиться с тобой некоторыми важными принципами, с надеждой, что они помогут тебе в твоей жизни. Многое из того, что хочу сказать, тебе не ново. В этом я уверен. Но, может быть, оно поможет дать тебе правильное направление. Часто можно слышать от некоторых христиан, что мы должны просто молиться и ждать, и Бог укажет нам наш путь. Но у меня всегда в таком случае возникает вопрос. Хорошо, но как я должен молиться? И к чему должна быть направлена моя молитва? И затем самым трудным вопросом было для меня, как могу я узнать волю Божию, когда она мне явится? Например, я заметил, что перед нами могут оказаться много открытых дверей, и что, поверь, сатана может также закрывать и открывать двери. И вот я начал исследовать Писание, чтобы узнать, как мужи Божии узнавали волю Его, и как они об этом молились. Я нашел, что определенные истины и принципы всегда были присущи в каждом таком библейском примере. Позволь мне с некоторыми из них поделиться. Во-первых, мы должны действительно желать волю Божию и быть готовыми во что бы то ни стало исполнить ее, сразу же, как она станет для нас ясной. Первым шагом в этом направлении это то, что написано в послании к Римлянам в 12 главе в первых двух стихах. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. И вот больше, чем что-либо другое, я хочу знать, что есть его благая и совершенная воля для меня, но для этого я должен отдать ему целиком мою жизнь. Это значит передать ему все мои отношения, переживания, заботы, время, мое будущее, все, относящееся к моей жизни. Хороший пример такого стремления познать волю Божию и готовности ее исполнить мы находим в книге Бытие, 22 главе. Тут говорится об Аврааме. Он был готов исполнить все повеления Бога. Услышав сказанное Богом, он не задавал никаких вопросов, но просто повиновался. Совсем противоположный пример мы находим в книге пророка Ереме, 42 главе. Здесь мы читаем о том, что израильский народ хотел знать волю Божию. Для этого они пришли к пророку Ереме узнать, что хочет Бог, чтобы они делали. Они сказали, что готовы исполнить все, что Он им повелит. Однако после того, как Ереме им открыл волю Божию, они отказались от послушания. Они уже решили в сердце своем, что они хотели сделать, и теперь надеялись, что Господь одобрит их намерение. Но Он этого не сделал. Выходит, что они вовсе не хотели знать волю Божию, хотя и говорили, что хотели. Второе, что я обнаружил, это то, что мы должны верить, что Бог имеет определенный план относительно нашей жизни, и что Он нам его откроет. В Ереме, в 29 главе и в 11 стихе сказано, ибо только Я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. В сущности, Бог желает открыть нам свой план и обещает взять на Себя ответственность за Его исполнение. Это ясно выражено в 31 салме, в 8 стихе. Наконец, мы видим в Писании, что прежде чем нам ожидать откровения на завтра, мы должны исполнить сегодня то, что уже известно нам. Это ведь логично, не так ли? Как может Бог ожидать от нас послушания к Его планам в будущем, если мы отказываемся исполнять то, что Он уже ясно сказал нам в Писании? Часто мы запутываемся в поисках воли Божьей только от того, что не ходим по слову Его. Послушание Его, нам уже известной воли, является условием к дальнейшему откровению Его воли. Если мы поступаем по этим трем принципам, то есть верим Богу, исполняем уже явленную нам Его волю, и наши сердца находятся в нейтральном положении, то есть не уклоняясь ни направо, ни налево, но совершенно открыты к тому, что Он нам скажет, тогда перед нами встает другой вопрос. Как я могу узнать, что это голос Божий, или что это воля Божия, когда она мне явится? Чтобы ответить на этот вопрос, я снова обратился к Библии и нашел четыре основные признака, которые могут помочь определить и узнать волю Божию. Вот с ними я и хочу поделиться с тобой. Первый из них – это Слово Божие. В Псалме 118 и 105 стихе написано «Слово Твое – светильник ноге моей». Во втором послании к Тимофею в 3 главе 16 и 17 сказано «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Чаще всего я переживал Божие указания через Слово, посредством известных принципов, примеров мужей и жен в Писании, иногда через определенные стихи, которые точно соответствовало области моих решений. Часто Слово Божие указывает на первоочередность для моей жизни. Иногда оно мне открывает какую-нибудь нужду в настоящее время в моей жизни и в чем заключается воля Божия – удовлетворить эту нужду. Бог может через Слово Своё очень конкретно говорить к нам, и я обнаружил, что Он чаще всего говорит мне через тот отрывок Библии, который я в данное время читаю. «Было время, когда я часами или даже днями удалялся один для чтения Слова и для молитвы о Его руководстве и познании Его воли». Другим указанием является обстоятельства, в которых я в настоящее время нахожусь, или которые меня к тому привели, или которые повлияют на моё будущее. Иначе говоря, обстоятельства прошлого, настоящего и будущего, которые повлияют на меня. В жизни апостола Павла, а также и в жизни царя Давида, о котором мы читаем в Ветхом Завете, мы видим много примеров к этому. Перед важным решением я часто составляю список всех видимых мною обстоятельств и молюсь о них. Я молюсь о том, чтобы видеть их с Божьей точки зрения. Часто я повторяю молитвенно Псалом 24, стихи 4 и 5, где написано «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты, Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Когда я молюсь о моих обстоятельствах, Бог часто открывает мне, какие из них важны и которые являются первоочередными. Слово Божие мне помогает видеть с Божьей перспективы и что является первостепенным. Иногда я разделяю в данном случае обстоятельства на две категории – положительные и отрицательные. И этим процессом можно узнать, какие для нас двери открыты и какие закрыты. Третьим указанием является совет преданных Богу людей. В книге притчи мы находим несколько стихов, подтверждающих эту истину. Например, в 19 главе 20 стихе сказано «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Затем в 22 стихе 15 главы сказано «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». В 17 стихе 27 главы сказано «Железо-железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Из опыта могу сказать, что хороший совет мне помогает думать объективней. Он помогает мне в новых указаниях, а также помогает видеть положение вещей с иной точки зрения. Я убедился, что это может быть даже опасным вести весь ход дела самому. В книге «Экклезиаст» в 4 главе, в 9 и 10 стихах сказано «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». К тому же я нашел, что когда я советуюсь с другим братом во Христе, тогда я более открыт и менее пристрастен относительно того, как я должен поступать. Обыкновенно перед тем, как посоветоваться с братом, я задаю ему целый ряд вопросов. Я делюсь с ним теми стихами из Писания, которые я получил от Господа, и обстоятельствами, которые считаю важными. Ознакомившись с моей ситуацией, он может лучше мне дать совет. Иногда этот брат, внимательно выслушав, задавал только несколько вопросов или сказал лишь пару предложений, а это значило много для меня и иногда даже давало мне ответ. Какое большое ободрение вместе молиться об определенной ситуации и знать, что брат мой вместе со мной подвизается в молитве. Часто я прошу его продолжать молиться и чувствовать себя свободным, давать мне советы, если Бог ему что-то откроет. Последним основным указателем, который я также нашел в Писании, это мир Божий. В Писании филиппийцам в четвертой главе мы читаем «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Пророк Исаий говорит в 26 главе в третьем стихе «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Это Он говорит о том внутреннем мире, который может исходить только от Бога. Этот мир будет царить в нашем сердце, если мы идем по правильному направлению. Он, этот мир, присутствует с нами, когда мы принимаем правильные решения и когда мы исполняем волю Его. Нам это не всегда понятно, но это так. К этому важно заметить то, что совесть сильно влияет на внутренний мир. Дух Господень действует через нашу совесть, указывая нам, что правильно, а что нет, и мы должны быть послушны Ему. Поэтому Павел призывает нас сохранять добрую совесть, которой некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение веры, как сказано в первом послании Тимофею в первой главе девятнадцатом стихе. Но как практически использовать эти четыре указателя? Обыкновенно их не используют все в один день, но это происходит в определенный промежуток времени. Когда передо мною решение, тогда беру во внимание все эти четыре указателя и смотрю, как они в данном случае согласуются между собою или один подтверждает другой. Например, что говорит Слово Божие о тех обстоятельствах, которые я считаю, что они важны? Как согласуется совет, полученный мною, с этими обстоятельствами и с тем, что говорит Слово Божие? Я молюсь постоянно об этих указаниях и молюсь так конкретно, насколько это возможно, пока Бог не сведет их вместе и не откроет мне совершенно ясно свою волю. Иногда этот процесс длится продолжительное время, но я жду до тех пор, пока не увижу, что все эти указания согласуются, и я имею мир в моем сердце. Тут я должен сказать, что Слово Божие и Его мир должны согласоваться с каждым решением, но бывали случаи, когда советы и обстоятельства не согласовались. И вот я обнаружил в тех случаях, когда обстоятельства и советы не совсем согласовались, что некоторые из них все же были правильны, и когда приносил их Господу, Он помогал мне различить важные от второстепенных. Но ни одно обстоятельство или совет не должно идти против Слова Божие, и при том Его мир должен всегда присутствовать. И вот в заключение в своем письме мой друг пишет следующее. «Надеюсь, что это тебе поможет. Это исходит из моего сердца после долгих исканий, и истинность этого подтверждена». Сердечный привет в любви Христовой. Тут кончается письмо, которое я взял у моего друга. Надеюсь, что и вам это письмо было некоторой помощью. Повторим еще раз эти пункты, и если вы их не отметили сразу, то можете сделать сейчас. Вот три истины, которые необходимы в познании воли Божией. Первое, мы должны узнать волю Божию и должны быть готовыми исполнить ее, чего бы это нам не стоило. Второе, мы должны верить, что Бог имеет совершенный план для нашей жизни и что Он хочет нам его открыть. И третье, мы должны быть сегодня, то есть в настоящее время, послушны Его воле, которой нам известно. Тогда мы поймем Его волю для будущего. Затем мы рассмотрели четыре указания, которые могут нам помочь узнать волю Божию, проходя этот процесс. Первое указание – это Слово Божие. Слово Божие твердо и непреложно. Оно не может быть нарушено. Второе – это обстоятельство, которое на нас влияет из нашего прошлого, настоящего и будущего. Третьим указанием был совет преданных мужей Божьих. И в заключении – мир, который мы получаем от Бога, если находимся в центре Его воли. Запомним, что в любом утверждении Божьей воли, Слово Божие и Его мир ни в коем случае не должны быть нарушены. Как можем мы эти библейские истины применить в нашей жизни? Может, вы сейчас находитесь в таком положении, в котором вам необходимо знать волю Божию. Тогда примените эти четыре указания. Это не должно быть обязательно большим решением для будущего. Это может быть и маленьким, ежедневным решением. А если вам в настоящий момент не требуется какое-либо решение, то позвольте мне дать вам такой совет. Если у вас есть Ветхий Завет, то уделите немного времени, чтобы прочесть молитвенно 138-й псалом, особенно последние два стиха, где сказано, Просите у Господа показать вам ту или иную область вашей жизни, где вы, может быть, не следуете Его воле, потому что вы не знаете, в чем состоит Его воля. Может быть, вы никогда не задумывались о том, чтобы просить Божьи указания в вашей деятельности или, скажем, в ваших покупках. Знайте, что Бог заинтересован в малейших ваших решениях, точно так же, как и в больших. Это ободрительно, не так ли? Последуем к примеру Давида и будем просить Господа открыть Его волю в какой-нибудь определенной области нашей жизни сейчас. Важное в любом деле то, что мы, как верующие, как христиане, можем с уверенностью сказать, что Бог на нашей стороне, и самое лучшее для нас – это жить по Его воле. Молитва моя, чтобы в ближайшие дни вы познали бы ту радость, которую имеют те, кто знает Его благую, угодную и совершенную волю. А если есть среди моих слушателей те, кто еще не познали, как благ наш Бог, вы не имеете уверенности, что вы – чадо Божие, то могу уверить на основании Слова Божия, что Бог желает именно твоего спасения, мой дорогой друг. Такова Его воля, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Прими сейчас Его дашь спасение, если ты этого еще не сделал, ибо такова воля Божия о тебе.